Проблемы. Не, у нас когда проблемы, мы бог. Все, зовите, кто там. У тебя есть проблемы? Проблемы. Знаешь, что такое проблемы вообще? Неразрешимый вопрос. Неразрешимый. Все, это то есть самоубийство. И пошел, упал вместе с лошадью. С борта этого корабля. Как было вагонеть. Истины, и живи везде, Сын. И ся исполняя сокровища благих. И жизни богателю. Приди, вселися вны. И очистины от всяких скверных. И спаси, блажа души наша. Отец наш Небесный. Молим тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови наши занятия по слову Твоему. Даруй, Господи, все рассмотреть здесь. Даруй, Господи, чтобы эти толкования святых мужей наших, эти комментарии на сегодняшний день, людей, которые молятся Тебе, чтобы они приблизили нас еще ближе к Тебе, Господи, к Царству Небесному, к спасению наших душ. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Марка, 4 глава, 26 по 29 стихи. «И сказал, Царствие Божие, подобно тому, как, если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя сходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серф, потому что настала жатва». Толкование Блаженный Фефилакт Болгарский. «Под Царством Божиим разумеет Божие смотрение о нас. Человек есть сам Бог, соделавшийся ради нас человеком. Он бросил в землю семя, то есть евангельскую проповедь. Бросив его, он спит, то есть вошел на небеса, впрочем, он и встает ночью и днем. Хотя Бог, по-видимому, и спит, и спит, то есть долго терпит, но он встает, встает ночью, когда посредством искушений возбуждает нас к познанию его. Восстает днем, когда наполняет нашу жизнь радостями и утешениями. «Семя растет, как будто без веда моего, потому что мы свободны, и от нашей воли зависит расти или не расти этому семену. Не по воле приносим плод, но добровольно, то есть приносим плод от самих себя. Сначала, когда бываем младенцами, еще не достигшими в меру возраста Христова, мы произращаем зелень, показываем начаток добра. Потом колос, когда бываем уже в состоянии противостать и искушениям, ибо колос связывается уже коленцами, стоит прямо и достиг уже большого развития. Затем образуются в колосе полные зерна. Это тогда, когда кто приносит плод совершенству. Когда же настанет жатва, тогда серп собирает плоды. Серп этот и есть слово Божие, а жатва – время кончины». Игнат Тихонич дает комментарий на слова Ферфилакта, что бросил в землю семя человек. Это семя Ферфилакт называет евангельской проповедью. Игнат Тихонич, в который раз именно это подчеркивает, выделяет жирным и говорит о крайней необходимости сегодня этой самой проповеди. Евангельской. Евангельской. Если не будет семени, ничего и не будет. В уши, если ничего не попадет, то в сердце ничего не взрастет. Устами скажет. Не взрастет. Сердце не переполнится, устами скажет. Устами скажет. И руки ничего не сделают. Плодов не будет. И на благовестие не пойдешь, и не будут тебе ноги блаженными. Вот Игнат Тихонич сейчас еще в который раз делает этот комментарий. На сегодняшний день приближает нам слова Ферфилакта, которые написал эти слова в 11 веке еще. Как ясно выразился блаженный Ферфилакт, собравший в своем толковании всех святых отцов евангельская проповедь, вот единственное семя, из которого произрастает божественный виноград. Некоторые православные измыслили свою веру и говорят, что крещение есть семя. Апостол же Павел даже о себе говорит так. 1 Коинфонам 1.17 Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. А сегодня эти слова в устах современных пастырей перефразированы так. Мы сами пришли крестить, а не благовествовать. Это их деятельность не евангельская, но даже антиевангельская. Евангельское семя, падшее в жаждущую душу, подводит человека к крещению, как завершающему акту обращения ко Христу. Да и крестить-то сегодняшние пастыри не умеют. И сами не крещенные в подавляющем большинстве, а всего лишь мокрой ладонью им задели голову, и таким же образом они портят других людей. И до тех пор, пока такое лжекрещение будет на равный считаться с истинным трехпогрежательным крещением, до тех пор в церкви будет мрак, и все будут все глубже погружаться в него. Апостол Павел за всю свою апостольскую жизнь едва ли крестил пять раз, и это делал он умышленно. 1 Коимфинам 1.14 «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Христа и Гая». И 1 Коимфинам 1.16 «Крестил ли я также Стефанов дом, а крестил ли еще кого, не знаю». Даже не зациклился на этом. «Чтобы привести человека к окрещению, нужно евангельское семя проповеди, как говорит Иоанн Златоуст. И у пастыря должны быть тысячи талантов. А для того, чтобы крестить, не нужно ни одного таланта, достаточно быть законно рукоположенным и незапрещенным». Это Златоуст говорит. Чтобы обратить душу тысячи талантов. Это и поимать, какие были предыдущие шаги. Вот вы что рассказываете все это? Это все надо его внимание брать. Что-то обойти, где-то запретить. Вот он сидит перед тобой. Ему запретил, сколько лет? Три года. Три года. И он выйдет за три года. Молчат. Вот он ходил, вот он с собой рядом сидит. Вот он. А если бы не выдержал, то другой. Меня не касается, я обязан сделать был. Дальше я не отвечаю. А ваши книги там где-то кто-то жжет. Я их вернул Господу. Теперь он только отвечает. Я отдавал с молитвой. Я тут сколько положил? Глаза выжиг. Только на книгах я потерял 30 тысяч часов за компьютером. Это мелкое. А теперь я все это отпечатываю. Помогает Севастьян или кто-то другой. Переводят туда. Теперь корректор начинает выявлять ошибки. Какие там допущены. А теперь это надо перевести сюда. Это уже моя работа. Я вспомню, как Виктор Григо говорил. Я одному удивляюсь. Как паралище не хватило моей правой руки. Холод, не холод. Дым. Он меня не касается. Я тоже. У меня график. Вот за 9 лет. Это вещь неслыханная и невиданная. Это не просто материал, как писатель сидит. Это писала там Гарри Поттер. Она задумывалась, с ребенком приходила, сидела, грелась и писала. И стала миллионершей. А здесь не так. Это опыт жизни. Чтобы ответить, что Златоуст сказал, вот это. Это 12 томов надо швидировать. 12 найти, где это сказано. А как Бог. Я это делаю для Бога. Когда сказал Андрей Ткачев, и все это нашли наши люди, о Христе все узнали не у нас. Это говорит священник, общеизвестный. Не у нас нашли, они нашли это у протестантов. А я на это сразу подписался. И я-то узнал, полюбил Библию. Не у нас, а у протестантов. Но мне Бог позволил не свихнуть с умом. А в материнозакалка была поставлена. Она ничего не знала. Только говорила, бойся греха. И это меня задержало. А от меня теперь, по любому любому, в Библию, полюбить. Сколько сегодня я ночью получил, новые люди, совершенно новые. Как я люблю Библию. Игнать Тихин, все через вас. Я ходила в церковь, еще не знала. Другая. Ходила к сектантам. Недовольна была. Теперь я узнала все через вас. А я никакого... У меня никакого чувства к этому, это моя такая радость внутренняя. Я же не за деньги это делаю. Вот человек нападает на меня здесь вот, каждый день. А я его знаю. Ему 84 почти года. И каждый день. Крой, почем не берет. Тебе все равно тюрьму заберут. Ты такой, такой. Что я во флоте был. Не был ты нигде. Что я учился в училище. Не учился ты. Ну не учился, не был. Тебе это какое дело? Я ему не отвечаю. Не отвечаю. А сам после 4 года был верующим, был мальмоном. Я говорю, а зачем туда пошел? Хорошо платят. Он не скрывает это. Ты знаешь, о комрешеке. Баптист там был. Православный. Сейчас у него главный идол это Осипов. Не надо никакой бороды. Можно в галстуке. Осипов, он говорит, и посты, и все. Каноны, правила. Вот. То есть он был. А вот вот Осипов говорит, кто развратил? Вы развращали людей. Говорили, все можно. И пить и мне не надо. Чего же вы удивляетесь? Этот человек на меня нападает. Я еще могу сказать. Я еду в Латвию. 52 года, как я обратился. А то есть 7 лет уже скоро будет. И я становлюсь на то место. Нашел тот дом. А там другое здание. И я там молюсь. Видел этот ролик? И кто бы его не смотрел. Баптисты, пендесятники. Там администы все пишут. Он говорит, знаете, Михаил Иванович, мы смотрели это. 52 года в пути Венспас. Мы всей семьей плакали сидели. Я там плачу на том месте. И так. Эти люди не могут показать. Не обращением. Ну, не было. Ну, не было. Это один вопрос. Другое дело, ему презрительно. Вот сейчас сидим за столом. Только я рыбой. Пальцы. Ну, в рыбе. Сейчас кто-то будет звонить. Точно звонок. Я тут бумагу у меня подготовил. Я скажу, кое-как, руки открываю. Незнакомый. Ну, я уже по телефону. Вот я вижу где. Алло. 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 Тишина закрыта. Я говорю, сейчас опять позвонят. Я уж рыбу не беру. Опять. Алло, Игнат Тихонович. Не отмечаешь? Пидарас. Вот и все. За что? Он меня не знает. А во всем мире гонения того нет. А есть другое, Бог допускает. Почему? За то, что я делаю. Сатана терпеть не может. Вот это интервью с дьяволом. Когда он маленький человек отведу, говорит, он уже мой. А тут он не может взять ни с какой стороны. А почему? За что берет дьявол? Мне Бог в 20-летнем возрасте, в 3-летнем, позволил высчитать это. Когда идешь за рогой, мирись с соперником. Соперник бывает дьявол. И поэтому, что он мне отдал, я все выбросил. И он не берет, у меня ничего нет, я выбросил. Он не может. А чем он больше всего бьет? А вы сами посудите, в чем? Ты же в квартире, квартиру отнимем. Дочь у тебя? Мы что и то сделаем. Сын у тебя есть? Уже один погиб у него, погиб наша работа. Так, жена твоя завтра будет по-другим. Они все это сделали где-то. И тут оборвалось. У меня нет этого ничего. Я это высчитал 27 сентября 1962 году. Прямо картина идет. Что они могут с меня взять? Убрать? Ни за что они меня диплом бросил. Ничего нету, все. А голые, намощенные маслом, борец, когда его взять не могут. Даже поддубные не могут взять там французы, когда намазали его маслом. Так и здесь. Умощенные духом святым. Они лютоют ужасно. Я ничем не виновен перед ними. Я виновен. На фоне того, что мы делаем, они никто. Вот как сидят. Вот так вот. Они даже этого не могут сделать. Мусульмане могут, а они нет. Те ножом. А у нас нет. Мы просто свидетельствуем. Мы просто молимся. Просто свидетельствуем о любви, великой любви Божией. Посчитаю. Посмотри, которые сейчас у меня новые ролики идут, чат, в рулетке. Как я о любви Божией говорю. И сегодня мне уже сказали, как вы могли его ломать в бутербурге. Только начали говорить. 20-я минута уже видно, он уже другой. 25-я минута готова пристегнуть. Мы не знаем, будет или не будет, но он уже все. Другой сидит. Я тут ролики выставляю. Они вчера, позавчера, они прям дымятся свежие. Точно так же. Курит, который так. Ну-ка, брось папиросу. Все. Брось, говорю. Он бросил. Женщины там. Наденьте, сейчас же платок будем разговаривать о божественном. Вижу какие-то, пошли, что-то насыпили. Они не могут наяву, которые прихожане, кого прищищают, не могут надеть. У них власти нет. Конечно, я назвали сегодня великий гуру. Большую букву за слово. Вам вине. Я себя таким не считаю. Запомните слова златоуста. Слава имеет удивительное свойство. Чем больше за ней гонишься, она, как нежная девица, убегает от тебя. Но если ты от нее убегаешь, она гонится за тобой. Я ничего не добиваюсь. У меня ни должности нет, ни образования, ни гуманитарного, ни религиозного. У меня ничего нет. Но у меня есть то, чего у вас нет. У меня есть рождение свыше и крещение Духом Святым. А вы этого не имеете. И поэтому вы лечуете. А какая причина? Зависть. Зависть при всем образовании, докторские звания. У них этого нет. Они подыскиваются. И вот это там было, Ливон. И говорит, ну я у Германа там работал. И теперь Сергия Посад, это Загорск. А хадея у него там все это такое-то. Я только пришел, говорит, мужчина рюкзак снимает большой. То есть и книги раздают против Игнатия Лапкина, написанные. В монастыре, в Центральном монастыре Российской Федерации чем занимаются? Я бы наезжать и не мог. Он раздает бесплатно, да. Ну, что ж ты не взял-то? Ну, хоть в одну посмотрю, что им надо? Мы же слышали об этом, они уже давно, эти книги-то. Это новая все новая. А, уже новая? Совершенно новая. Карина Ивановна, когда приезжала, когда-то видел. Первое, что я проповедую всем, хрещение не надо. Нужно принимать обрезание. Ну, это еще Йозеп говорил. Министр агитации или как называется? Пропагандой. Пропагандой. Чем чудовищнее, да? Да, чем чудовищнее, ложь, тем скорее поверят. Не может быть, что все не правда. Чудовищнее даже. Это ужас. Вот я священникам скидывал ваши ролики. А? Священникам ваши ролики скидывал. Вот, который знает священника. Скидывал ваши ролики. Они мне потом, я с ними встречаюсь, они мне говорят, «А ты почему с ним это, вот так вот, почему ты нам скидываешь? Что, нравится тебе?» Я говорю, он правду говорит, истину. «Да ну, он такой-такой». «Ну, какой-то такой. Ну, какой сначала, а потом такой». «Неправду говорит». «Ну, это доказательство?» «Он всех поносит». «Каких всех?» «Нет, всех это православие. Каких?» «Так, ясно». «Ну, слово поносит». Ну, давайте откроем пророков. Вот явно крестить идут и крестить. Крестить идут, пришли, он «порождение» и «хитник». Он их поносит? «Да, да». «Как поносит?» «Ну, правильно». «Поносит» — это правильно. «Ну, с одной стороны, да, но когда ты этого достойна». «Ну, заел себе такое, чтобы понос пробрал, что ли?» «Нет, ну, понос нет». «Поносит, поносит». «Слова такой, слова». «Да нет, это соответствует действительности». «Нет, смотрите, что это не говорит». «Иисус им говорит, змеи, порождение хитник, змеи». «Это что, поношение?» «Лекцемеры». «Это реальность». «Я это говорю». «Так они считают это поносным». «Не, а я потом, знаете, как мне сказали бы, говорит так, что нам неприятно слушать». «Ну, да, да». «Как Хахав говорит, мне, что он говорит?» «Меня никогда даже не слушает. «Я слово словом передал». «Слово словом». «Это то же самое, когда говорят, ты орешь на нас, ты на нас рьешь». «Теперь смотрите, как мнение называется сразу». «Я говорю, а почему вы так думаете? А если бы он был неугодным к православию, тогда бы, говорю, Сергий-то, митрополит, не ездил бы, потеряешься?» «Ой, не вел бы там службу». «Оп, а что, Сергий ведет службу там?» «Я раз, сразу. «Ролик, на, смотри». «Посмотрю, ой». «И все». «Если есть инфектанты, то митрополита Сергий, сегодня же надо снимать». «Да». «По каноны Первого Вселенского собора, там, Пятого, все против Сереги камня, нельзя молиться». «А он улыбки с лица не скрывает, когда он приедет, его видно, прощается еще раз, обнимется и поцелует. «Приезжает с поцелуем и выезжает, а они с ума сходят. А у них этого нет. То к тебе приезжал митрополит, лично, у тебя на квартире был нет, а у меня он был на квартире и здесь, и там». «Смотрите дальше, что происходит. Дальше прихожу на вторую и третью службу. Вот этот, который сказал мне завтрашним днем, что все, согласен. А вообще-то да, что-то в нем есть, в лапке не Игнатия Тихоновича, что-то есть. А потом на третью и четвертую службу приезжаю, смотрю, он уже из вас что-то говорит. Понимаете, уже сам вон что-то говорит. «Зазамбировал». «Да, зазамбировал». «Гору, горы, зазамбировал». «Я понимаю, и вот на меня смотрит, улыбается, и я тоже улыбаюсь, говорю, вот». «Ну, как мало ребятишки». «Ну, а кто учить-то будет, если никого нет, кроме вас?» «Скажите, вы скажите такое, 21 тысяча сел порушены, 10 тысяч на исходе, 1-2 человека осталось. И ни одного восстановленного православного поселения нет на всю Российскую Федерацию. Вопрос, почему, если такое простое дело? А попытки были, попыток было, было много. А чем кончилось? Ничего. «Закруйся». «Закруйся». «А, я думал, что без Бога начинали попытку». «Да они не верю, кресты наставили поклоны, кресты стояли. А тут лозунг. «Вали кресты, спасай Россию». И в одних бюстгальтерах валят их пилами девки. Веревкой стягивают и роняют. «Просто, как сказать-то, сложно, это сложно». «Ну и так, пошли». «За без вас его просто так». «А ты говоришь, 80 лет». «Защит, мы можно...» «Аминь». «Если бы мы никакие были, они бы не лезли. Зачем лезли?» «Да никто бы вас не сдал, если бы у меня жены. Так, лишь. А миллионы смотрят, миллионы просмотрят сколько?» «42». «Вот». «Я просто тоже потом начал анализировать, почему думаю, ну если бы никто не сдал, никому не надо было. Вы бы просто было, например, как любой другой ролик, все просмотрят, да?» «Ну все просмотрят, все». «А здесь раз, и такой, и масштаб-то на весь мир, а не просто там регион Барнолуга». «То есть сейчас, у меня далекий ролик стоит, в аудио, я беседую с Александром Менем». «Ой, как в свое время, столько лет прошло, и как это все». «А один говорит, а есть такие, где-то там кто-то им занимается, но целый архив Александром Менем, еще бы тебя нашел». «А Платкин беседует с ней, такая беседа, как будто сегодня была». «Я не туда к себе в архив, я случайно увидал это дело». «Так наша-то беседа стоит всего?» «Самые болезненные вопросы я поднимал, я интервью брал у него». «Я слушал, знаете, что еще...» «У меня еще не обрекованное интервью, беседа с отцом Глебом, который 7 лет в икутских лагерях был. «Нету еще. 16 часов интервью. 16 часов!» «То полчаса говорил, и то уже половина ушло, пока говорил». «А это 16, тут ни одного не осталось». «Смотрите, самое главное, знаете, что мне еще...» «То машину, то в туалет». «О чем я подумал, когда я к вам ехал?» «А первое, что я подумал, что человек всегда говорит, да? «Вот жил человек, умер, что мы его при живом-то не ходили?» «А вот умер, сейчас начинаем его вспоминать». «Я сразу подумал, вот Игнатий Тихонович сейчас здесь есть, съездит, пообщается, поговорит с человеком. «Завтра его не будет, будешь вспоминать, что я тогда не поехал, тетя?» «Да он говорит, я так хотел встретиться, он говорит, умер, умер, ну надо же, я так хотел встретиться». «А тот говорит, да он живее всех живых, по Маяковскому. О, тогда еще успею». «Вот это надо успевать. Что имеем, не храним, потерявши, плачем». «Потому что вот я много читаю, а вот такой человек был, не успели, не приехали, их могли, я к себе променю, просто думаю, надо…» «Священник, священник говорит, едем куда-то, говорит, тогда пересадку делать, говорит. «Я поднял руку и сел, слышу, Игнатий Тихонович, а вот у него включенная, это, ваш, значит, защитный златоуз, а едут куда-то в Почаево, там, где там, в Украине-то. Сел в машину, случайные люди, и там слушают. «Маленько, погодя, девок двух посадили-то. Вам не мешает, что мы слушаем? Да, ну, вот очень интересно. Новые люди слушают. Ну, я-то знал, и верю, как это у Бога все вымерено, и кого Он избирает, на какое дело. А почему не меня? Я говорю, Бога спроси. У меня были такие прямо, почему вас, а не меня Бог избрал. Сейчас еще есть книги, бери Семена Нового, Исаака Сирина, и читай. Тебе ее не просчитать, язык не повернется. Как Брежнев, слово «Азербайджан» с третьей полы пыльки только выговаривал. Поехали. Слушаю. Евангелие от Марка, 4 глава, с 30 по 34 стихи. «И сказал, чему подобен царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрыться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». Толкование. «Мало слова веры, потому что следует только...» «Мало.» «Мало слова веры, потому что следует только уверовать во Христа, и ты спасешься. Видишь, что слово сие столь же мало, как и горчичное зерно. Но посеянная на земле проповедь слова расширилась и разрослась, так что на ней покоятся птицы небесные. То есть все люди с выстреним и горним умом и знанием. В самом деле, сколько мудрых успокоилось на этой проповеди, оставив еленскую мудрость. Таким образом, проповедь сделалась больше всего и пустила великие ветви. Ибо апостолы, как ветви, разошлись один в Рим, другой в Индию, третий в Ахайю, прочие же в другие страны земли. «Господь говорит народу многими притчами, предлагая притчи сообразно с состоянием слушателей. Так как народ был прост и не учен, то поэтому напоминает ему о горчичном зерне, о траве и семене, дабы известными ему и обыкновенными предметами научить его чему-либо полезному, или заставить его подойти и спросить, и по вопросе разуметь непонятное. Так ученикам объяснял он все наедине, так как они прямо приступали к нему и спрашивали. Объяснял же все только такое, о чем они спрашивали и чего не знали, а вообще все даже ясное. Ибо когда уразумевали то, о чем спрашивали, то из этого становилось ясно для них и другое. И таким образом разрешалось для них все. Это какое? Малое зерно, самое малое. Это у нас пшеница у Игоря, ячмень, горох, семечки. Какое самое малое? Оказывается, лен. Лен там прям маленький-маленький, но оно в дерево не вырастает. А что-нибудь есть такое маленькое? А вот рядом береза. Когда она начинает вечером, она там такая маленькая-маленькая, там не видать же. Это остальное парашют, она летит на парашюте. А дерево-то какое береза бывает? Ну а тут написано злаки. То есть что-то такое, чего у нас нет. У нас в дерево злаки не вырастают. Злаком не назовешь яблони? Нет. Злаки это колоски. Злаки это зерновые. Надо спрашивать, что именно. Да не имеет значения, главное, что есть. А не знаешь, не бери этот пример, бери то, что знаешь. Такие притчи есть. Матфея 13 глава, 33 стих. Самая короткая притча. Самая короткая. Какая? Вопрос. Самая короткая. Запомните очень легко, особенно женщинам. Женская притча. Закваску. Примеры муки. Закваска. Царство небесное, подобно закваске, которую взяла женщина, положила в 3 метра муки, до поля не вскисла. Все будет. Еще нет. Кладет в закваску она, а то без квасных лет. Где без квасных, когда закваска? Они умирают. Это вошел. Закваска, без закваски как? Без закваски только Пасха. Написано Дни опресноков. 7 дней. А сегодня главное распустили, молву там, стельников, друзей. А он разрушитель. Он страшный разрушитель. Не верующий. Совершенно. Вот как дьявол нацеросея восстал, как Библию не надо. Церковь православная вся под нож. Его даже дураком нельзя назвать. Да, это не дурак. А как сделать? Собрать всех ученых и в стенки всех расстрелять. Нормальный человек. Это не экстремист. Его не трогают. Значит, он нужен. Собрать всех ученых. Ну давай всех соберем. Научно-исследовательские институты. Оружие там они что-то изобретают. Или сельскохозяйственные машины. И всех расстрелять. Это он открыто говорит. На него не обращают внимания. Понимают, что безумный человек. Безноватый. С кем-то он говорит там. А тот ему не ест. Он хватает стакан. Его стакан промахнулся только. Это все открыто. Это кто-то бизнесмен? Я говорю о Гельмане Львовичей Стерженьеве. Который ушел там. В семье живет. Да, да, да. Это бизнесмен. Алиса была фирма банки-банкир. Миллионер. Первый миллионер. Первый мульти-миллионер грабил. Алису образовал везде компанию. Он старое там здание покупал где-то. А потом люди где. Давай продавать там что-то. Афишку сделать. Мы деньги не знали куда. Тазиками. И он каждую ночь в новом месте. Везде охотились за ним. Он ускользнул. Лихие 90-е годы. Друга пристреливали. А он увернул. Я вернул. И сейчас пудрит мозги. Недавно было. Узнали на квартире. Ну, там у нас Слобода называется. Учились автоматчики. На его раз. Он мигом уже в Карабахе. На другой день открывает там предприятие. Продавает булка. Хлеба там полторы тысячи или сколько. Жена сразу там модельер открыла. Сразу же. Как тут только замазали все. Конечно, не бесплатно, я думаю. Он тоже вернулся. Доски оторвали. Лошади на месте. Всю технику уничтожить. Только сахой пахать. Сахой пахать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О чем я ошибался. У него есть такая рубрика. О чем ошибался. Я считаю. Единственное, в чем он не ошибался. Как правильно рожать. То есть родиться. А где вздохи делать, как надуваться. Ничего не знал. А можно себя тоже православным считать, да? Православные, все остальные. Это старобрядцы подношки. Он к старобряцам пленул. И кто-то что-то попросил. Он сразу заменил белокринитских, новозыбковских подношек. Все юрисдикции православной церкви, еретики, католики, сектор, ты уже не поминай даже. Есть один епископ, и он знает его. Ну, сказать не скажем. Знает. Секрет. Потому, которые были у него там работают. Секрет не понял. И они начинают. Муки достали. Мука не такая. Это там отравлено. Вот. Надо, чтобы из-под сахи было. Кто-то достал. Достал. У него теперь... У него теперь там хлеб будет. Он говорит, нет. Главное, соль. Так а мы купим. Э, это соль не та. Есть такая шахта, где соль света не видит. И там пилят. Да как где? Сказать не могу. То есть, понимаешь, как? Ну, как мужик один говорит. Ну, я работаю. А что ты мне можешь дать? Солет могу дать. Как богатым стать? А как? У тебя ночевый горшок есть? Куда ходите? Конечно. У меня ребятишек много. Да выбрасывать не надо. Надо только на печь поставить. На две недели. Через две недели все это свернется. Прямо в слитке золота. Но одно условие только. Когда шуру будешь укрывать тепло, не думай о шкуре белого медведя. Он как-то когда начинает делать шкуру убитого медведя. Ну, понимаете, еще идет вытряхивает новая жена, чтобы все оправлялись сюда. Дальше не было думать о медведе. Там медведь перед глазами. Это же... Ну, зачем он мне сказал? Сколько бы золота было сейчас. Он мужик на полном серьезе. Это... Стедриков. Он из дерьма хочет, чтобы люди работали. Но я не могу. Один выехал, продал все. Деревни брошил в саду. Корову завел-то. А сбывать некуда. Куда я приехал-то он теперь? Он все сделал, как он. Паралит. Обманул. Это в интернете выступает. Никуда. А у него машины везде. А вот что? Учебное заведение не нужно. А дочь учится в МГУ. Дочь в МГУ учится. Главное университет страны. Дальше. Электростанции все взорвать. Чтобы электричества не было. А сам на машине едет. А что тебе? А кумулятор-то зарядит-то. И верит. И вот он начинает. Ошибся об этом дальше. Печь русская. Ну, живота где-то. А я 40 лет печеньком был. Я считаю. Дурагон. Ну, где-то еще он это. Ну, может как-то здесь. Ну, печь. И когда фундамент делать. Фундамент не надо. Надо на большие камни ставить дома. Видите, что это? Вот это приехал. Левон. Это Лев. Он у него работал. Ну, первые 2 или 3 месяца за хлеб. По 500. Сейчас 570 булка стоит. По 1,5 тысячи. Одна булка. Она особая. Она продляет жизнь. Она лечит от всем болезням. Все. Понимаешь? И вновь какой я имею, я говорю, большой буквы. Разрушить. Он все разрушает. Все награбил. А теперь выкапывает помаленьку доллар. У него все ворованное. У него и жена, по-моему, в дом. Он не может даже жене, чтобы щелку не подсерегала. Даже этого не может делать. Вот и все. И у меня на форуме, прямо его на... И дальше еще он говорил, не я, а именно что он говорит. И дальше старобрядцы ему поясняют, в чем он ошибается. А он это не слышит. Бешеный. То есть, сатана вселился в человека. А что делать? Твое дело. Так наш один деревенский к нему ездил. А вот я деда видел. И что-то... Семя, видимо, все-таки осталось. Там гниет и гниет. Что-то сделать надо так. Другое не важно, что много. Главное сделать, чтобы так. Вот чтобы... А что сделать так? Если курица, чтобы яйцо, золотая скорлупа была. Люди кутят. Один там держит на нас сто свиней, держал сто. А другого два поросенка не кормили. Лежат целый день. А что, сейчас богатые люди любят маленького поросенка, чтобы на стол подать. Ну и все. И такие маленькие делать, пока не передохли два. Это нигде-то у нас потеряются такие подражали. Один просчитал, как картошку сажать. Мы картошку копаем. Он говорит, нет, главное ем, полоть не надо. Он пришел, а там вот такое будылье. Он сказал, нет, одного гнезда не нашел. Полоть не надо. Разгорелся и ушел. Это не кто-то. Надежда Васильевна племянник. Ради с нашим огородом. А мы, там, колорадского жука, поле, окоучи, то другое. И потом такая картошка небольшая. Сразу. Картошка есть? Да, придется, смотри. Быстрее говори. Вы сегодня почему ничего не сказали, что надо? Там Диша-то ушел. Я же сказал, сейчас к нему подойдите, к Володе. И что, говорил же. И дальше какие крупы надо? Ничего нет. Опять. Да никого нет. Та девушка, это не эта девушка. Так что... Это может подменили ее? Ждать не надо. Напиши в следующий раз, прийти уже со списком. Понимаю? Смотри там по заколочкам, чего у вас нет. Четко ясно сказал. Напиши. И сейчас тебе будут бесплатно. Условие только одно, чтобы мыши не съели. Больше я ничего не прошу. Мыши не съели. А это невыполнимое условие. Только так, чтобы отец не знал. Потому что он употребляет в другое место. А это нельзя. Вы не сказали. Все ушло. У меня вот распоряжается. Но я должен знать. Если кто знает, что это правильно. Если с ними что-то говорить, надо конкретно. Прям тогда с ними, кому-то садиться и беседовать с ними. Или самому ехать смотреть. Все. Они ничего не скажут. Они ничего не знают. Ну хорошо. Она знает, что гречка надо, а ее нету. Не знает. Вот поверьте, не знает она. Ну не знает. Не знает. Братья, ну подождите. Она не живет. Она мне что-то у Людмиле сказала подготовить список. Она пошла в магазин покупать. Я вот из-за чего беспокоюсь. Она живет у Людмилы Степановны. Ее там нету. Все. Она ничего не подготовит. Кто может подготовить, только вот спросим. Но ей некогда. Она лежит, загорает. У нее компьютер. Если вот сегодня... Остается место, которое плачет только. Все. Больше у нее ничего нету. Одни слезы остались. А девушка одна. И на ней еще семеро. Остается только отец пены. Все у нее не пропадает, ничего. А его кормить ему злимно. Наказательство? Самое главное сейчас возьми это на себя. Допустим. Ладно, я сейчас за них напишу. Напишешь. Проквасят потом. А это он виноватый. Он написал, что попало. Все. Ручки умыты. Не разбей очки. Потихоньку. Ручки умыты. Молодцы. Валенька, отодвинься. Зацепиться. Да нет, я контролирую себя. Мороз под кожей. И в России не она что? Все нормально. Только в Ленице готовит. Она работала на картошке. Она за остальных своих тех. У меня есть и вот прозный папа. Они же мне сами следят. А, ну понятно. Ладно. Ей большой плюс, так она картошку убирала. Она? Не, они мне помогали тоже. Она трое их. Но одного не было. Она больше не сделала. Одна. Там еще Ваня. Ваня не приехал почему-то. Ваня-то болел. У нее же насморк. Это болезнь и все. А, ну насморк, да. Насморк-то через... Насморк. А болезнь, она всех видит во свете своей болезни. Ваня, не надо трогать. Ваня, я же полежи недельки две, потом посмотрю. А потом посмотрю, куда тебя закопать. А мама тебя ложит, и как папа. Вы что друг дружку покрываете? Все, поехали. Давайте. Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 по 41 стихи. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме, на возглаве. Его будят и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И взяв, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим, и говорили между собою. Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Толкование. Матфей повествовал об этом иначе, нежели как Марк. О чем тот рассказал пространнее, то этот сократил. И наоборот, что первый изложил кратко, о том последний рассказал пространнее. Господь берет с собой у одних учеников, предоставляя им быть зрителями будущего чуда. Но чтобы они не превозносились тем, что других отослал, а их взял, и вместе, чтобы научить их переносить опасности, попускает им быть в опасности от бури. А спит он при всем с той целью, чтобы чудо показалось им тем важнее после того, как они перепугались. Иначе, если бы буря случилась при бодрственном состоянии Христа, они не испугались бы и не обратились бы к Нему с прошением о спасении. И вот он попускает им быть в страхе от опасности, дабы они пришли в сознание силы Его. Так как они только на других видели благодеяние Христова, а сами не испытывали ничего подобного, то была опасность, что они сделаются беспечными, посему Господь попускает быть бури. Он спит на корме корабля, она была, конечно, деревянная. Пробудившись, Христос запрещает сначала ветру, так как он бывает причиной морского волнения, а потом укращает и море. Обличает и учеников за то, что они не имели веры. Ибо если бы они имели веру, то верили бы, что Он и спящий может сохранить их невредимыми. Ученики говорили между собою. «Кто есть сей?» Потому что имели еще неопределенное понятие о нем. Так как Христос укротил море одним повелением, а не жезлом, как Моисей, не молитвенным воззванием, как Елисей и Ордам, не ковчегом, как Иисус Новин, то по этой причине Он показался им выше человека. А тем, что спал, Он являлся им опять человеком. Часто ли мы обращаемся к этому событию жизни Христа? Каждый скажи, когда у тебя что-то было, ты обращался к этому? Не просто обращался, а доверился, что с тобой в Господе буря утихнет? Были, конечно, такие моменты в жизни. Так, поделитесь опытом. Как было, в чем буря была и каким образом она прекратилась? В прошлом году, в прошлом, в 18-м году, мы решили лагерь закрытый, территорию с постройкой перевести в музей комплекс для бедных лагерей. И восстал прокурор. Прокурор. А что сделать? Не знаю. Дело в том, что ему никто не указ. По регламенту. По регламенту никто не имеет права ему указывать. Я сплю. А ложусь с этой мыслью, молюсь. И во сне вижу, мол, змея черная заползает мне под постель. Я вот так проснулся, вот так откинул, только и гляжу, она на ноге лежит черная, здоровая. Потеряю в тебе. Я замер. Я знаю, шемелиться не надо, и она может сползти. У нас таких змей даже не бывает. Гадюга бывает, иногда были, а сейчас этих нету. Я полежал, маленько полежал. И она не шемелится, лежит, и все. Видимо, тепло на ногах-то. Я потихоньку, потихоньку встал, ноги подошел. Бежал, это большой шнурок от ботинок. От черных ботинок. И я встал сразу на молитву. Что это означает, Господи? Я проснулся, я... Сон продолжается, наяву я вижу змея. А змея что может сделать? Я встал, у меня мысль подать суд на пропороны. Сумасшедший. Я думаю, это искушение какое-то. Я давай дальше молиться. Молиться, а утром батюшка выезжает в город. Как раз это было с понедельника на вторник. Я встал молиться. И головы не выходят. А почему? Ну, как некраса пишет, мужик, что бык. В темяши, в башку какая блажь. Коломой оттуда не выбежь. Упирается, всяк на своем стоит. Такой ли спорт затеяли, что думают прохожие. Что клад наши ребятушки доделят между собой. То кому на Руси жить хорошо. Я туда поехал утром. В потемках еще, кажется. И Игоря вызвал. Позови Лену. Она у него сообразительная такая. Я говорю такое. А вернее я в интернет запустил. У меня одна знакомая. И она говорит, оригинально как. Прокурору потрясти. Ну, я тогда сказал этим. Люди-то, они и говорят. Мы не можем сказать, правильно-неправильно. Батюшка сейчас к нам поедет. Батюшка с ними едет. Он подошел, я ему сказал. Ну, опять что-то ты придумал. Батюшка любит тишину и покой. Он любит по уголькам ходить. А я лежу, бед восхищать события и не допускать пожара. Мы в этом разница. Если что-то вот у соседей уехали и сказали теленка поить на веревке. А я его ребятишки заигрались, удрались. А он вокруг этого штыря закрутился и морда у него вот так вот стоит и горет. Батюшка пошел, его размотал, принес ему воды. У соседей рядом. Я такое же событие. Я теленок замотал, это мне на руку. Я поехал искать. Теперь я беру хворостину и гоню их домой. Вам наказали родителей брать, братья? А что за вас ухаживать буду-то? Ну и начинаю их гладить. Все, я навсегда их отучил. А тут они поняли, батюшка рядом, он завтра, послезавтра идет. У меня не будет, я их заставил бы. Но я рискую, а он похвалу получит. А мне ювенальные юстилии, они меня из интернета выбросят. То есть, вот разные, мы родные братья. Но у меня подход такой, немедленно. Мне нравится выражение Бонапарта, Наполеона. Главное вязаться в драку, а там видно будет драк. Я обязательно в это делал. С России. Я пошел, утром, пошел, говорю, позвонил. Позвонил в редакцию. Один тут пишет, а вы статью не могли бы? Такую статью, я отдам материал такой. Так, кто-то прокурор, кто же не пропустит, кстати. Не пропустит, а может пропустят. Я тогда юристу звонил, он говорит, принять могут на расследование. Но ответ будет один такой, отказать. Они там все, суд рядом. Ну, я все это написал, документы приложил, попросил там одного брата, он меня отвез, и я вручил. И там, когда даю, и все это снимаем, как... А что снимаете? Документ, что я сдал. А то вы корзинку, и все, и они вообще ничего. Я знаю, я им сразу говорю. Запрещается съемка. В пяти случаях. Первое. 330-я статья Уголовного кодекса. Первое. Закрытое заседание Государственной Думы. Оно закрытое, как партсобрание. Второе. Таможенное пространство, где таможня. Третье. По порядку. Съемка военных кораблей или с военных кораблей. Когда друг. Четвертое и пятое. Это вообще мельсенее. Министерство газоаппликации и электрификации. Все. А остальное я могу хоть где снимать. Никого не спрашивать. Конечно, если это следствие, там... Когда суд идет, я должен спросить разрешение. Но там надо. Можно разрешить, может нет. А там категорический запрет. И вот я на это опираюсь. Там все снимаю. Я им сказал, что они сразу заглохли. Они закон не знают. А если где-то запрещают, это стараются ввести людей в заблуждение или умышленно провоцируют нарушение закона. Они. Все процессы выиграны, когда запрещали. Полиция там. Я им это все выложил сразу. Они. Дали. Я жду теперь. Какой результат будет? Что откажут? Я знаю. Отказывают. Принять не можем, потому что у вас нет высшего юридического образования. И правды у меня нет. Но осталось-то два дня. За два дня, пять мушек я не могу окончить. При всех талантах, которым дам Бог, я не могу. Вот и весь сказ. Я никогда не слышал, что по этой причине. А вы наймите юриста. А юриста-то мне надо полтора года работать и договариваться. И десять лет работать заплатить. У вас есть. У меня 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки пенсии. А там речь идет о сотнях тысяч. Ну и что? Подал. Проходит какое-то время. Мне оттуда ответы отказали. Я имею право обжаловать дальше. Но мне сказали, и дальше ничего не будет. Но если я подам сейчас в суд, то дальше, что бы он ни говорил, я не могу опровергать. Надо затаиться. Что он будет делать? Он дает указание разрушить лагерь. Строение там. А там на навозной куче ни одного квадратного метра сельхозы в годе, 9 соток, мазанки стоят. Я их уже везде. Музей, музей, музей. У вас он не зарегистрировал. Оказывается, я пошел узнавать. Музей не регистрируют. Я могу действовать. Что бы зарегистрировали. Они мне записали сюда. Какой-то баланс. Должен я доказывать, что охраняются. Что у меня везде наблюдение. Но это не такой музей. Это здание. Как бесплатно, без помощи государства можно работать. Вот они сидят, ребятишки. Они оба были у меня в лагере. Так? Так. Я хочу, чтобы это было тысячным серожом размножено. Такие лагеря были. Потому что министр, кажется, создает внутренний дел, сказал, 3,5 миллиона беспризорных. Я стараюсь, чтобы их не было. Это моя страна. Ну и... А дальше, кто походатайствует. Я пишу Государственную Думу, Путину, президенту Российской Федерации, представитель Совета Медведева, Дмитрия Анатольевича. И дальше Поклонская, которая прокурором стала. Зюганову и всем, кто там есть. Здесь с Мироном есть справедливая Россия, не единая, а справедливая Россия. Я все это достал адреса и всем написал. А они запрос сделать в Кровую прокуратуру. Там почему-то, а кто-то другое. Кровая прокуратура мне не успевает отвечать. Письма идут один за другим. Им это не надо. Им надо тихо себя тоже вести. За ними столько числится, что их тоже сажают. Целая зона есть для прокуроров и прочее. А другой прокурор там сам застрелился, кажется, в Карельской республике. Я не знаю, что вдруг затихло. А вот она жмет на представителя сельсовета, женщина. Убрать бульдезер. Я за них не взехал, а у меня и бульдезера нет. А второе, меня бабушка учила, в церковь поделала. Добро делать, а не зло. Я этого делать не буду. Я ее приглашаю в гости, я вожу ее на Голубятню. Она первая, кто залезла у меня туда. Везде прошли, и он ее не мог взять. А она ответ дала. Он ее вызывает на ковер. Она приехала, а он там где-то на процессе каком-то. А потом она отвечает, согласна законодательству. Статья такая, там юристы есть-то. Потеряевка. Не входит в муниципальное объединение, там то другое. И я не имею права вообще туда появляться. Его со всех сторон. Но ничего нет. Но я думаю, не это. И вот, деревня наша, деревня, я прихожу, а секретарь, тут приемная у него есть, подполковник. Бог, кому в мудир надо было дать-то. Бог, подполковник. Я забыл про нее. Хорошая женщина. Я пришел, а она сразу улыбается. Мне говорит, ну, Лапкич, чем мы сегодня пришли? Это означает, что она меня знает. И знает, я не спустими руками. На кого еще я жалобу настращил? Я говорю, я пришел новый прокурор, Кочергин, кажется, я его не знаю. Я принес приглашение, у нас день Потеряевки. Вы так много для нас сделали. Я потом догадался, много сделали, видимо, они, а они-то, над ним имеют власть, они ему сказали, ну, зачем тебе это, ты что-то дел не хватает, ну, это что-то украли или что. Ну, зачем нужно, там прудами-то стоят, там куча разровняли, навозная куча, колхоз когда-то там был, 50 лет назад-то. Я думаю, вот что. И она улыбается, что, ну, дескать, ну, дали знак его, дальше он против Краевой не пойдет, его сразу сметут. И он забыл, а я-то не знаю, молюсь, на молитву всех поднимаю, его имя я не называю, какой район, чего, его нету. И нынче его нигде нету, а мы за него молимся, Бога благодарим. Я батюшке говорю на день деревни, если ты сейчас, дай ему приглашение-то пусть. Ты забыл, может быть, ребят, а ты опять лезешь туда. А я хочу показать, что мы не такие, о ком ты думаешься, и мы за тебя молимся. Но, отошло. Вот что нужно. Терпение. Как Кутузов говорил, Михаил Альоныч, главное терпеть. И никакого Бородинского сражения не было бы, как царь Александр не заставлял. Бородинского не было бы, и Барклай, и Детоли, все бы были живые. Он перемерз бы. Зима, тараканов выжили. А сейчас находят эти трупы, французов-то, и они все искремленные. А вывод какой? Значит, награбили, стундучки, если на одном плече. Я никогда не думал, что так это можно узнать. А когда в больницу, когда русские пошли, то их там оттуда вышли, говорит, обороженные лежали, полумертвые. А при Березине, то у него 10-й час, что ли, осталось только. Ну, а дальше мы знаем. Святая Елена ждала его. Нет, там живых они не выбрасывали. Это мертвецы были, их хоронили в тех траншеях, которые они же выкопали для защиты. Может быть так, может быть так. Но больницы освободили. Живых они лечили русские. Больницы освободили, говорит, сразу. Что там было с ним? В монастырях было в основном, в учреждениях было. И вот здесь вдруг у меня все замолкло. А тут в интернете такие бурьи прямо поднялись аж. Почти 220 роликов, против меня. Мои ролики, они берут, отрезают, и Надежда Васильевна там где-то бродит, блуд творит. Это вы посадите, дорогу-то за что делаете-то? Ну, ей вовремя в туалет выйти надо, а вы... Ну, я бился, бился, ничего нет. Я подал в прокуратуру. Местная прокуратура. Я данные выдал, все. А местная в Караганду, это другая республика. И там мгновенно отреагировали, и у него алмазов, джибельбек какой-то. И вот сразу хлоп, все, убрал, ни денег на сегодняшний день. А мне пришел ответ. Беседа проведена. Вот и все. Значит, надо знать, когда вы... Они еще мусульмане. Когда молиться, когда что. Вот так. Это то, что у меня было. И нынче летом ни одного нигде нету. Я каждый день, Господи, да какую тишину дало, хорошо ли это. Без искушения, без испытания не спастись. Простить испытания не выдержу. Господи, не знаю, чего мне надо. Да у вас там хватает везде и под боком испытаний. Вот так. Ну, нынче-то на фонд-союз поднялся, чтобы коротко... Из-за рыбалки начали. Кто бы знал. Еще нету. Главное, сразу продолжать свою рыбу. Только чтобы я не знаю ролики. А я приехал и два ролика сразу про рыбалку поставил. Ну, это мне сошло с рук. А больше у меня и нету. 250 за двух карася. Вот дела какие. Что, Бог. Так а люди-то какие, да? Понимаешь, вот усмирил Бог все нынче. Никаких лично такой, чтобы приехали, только уголовный в розыск приезжал. Никого, ни разу. Бог, испытай меня, говорит, Алина, выйду, чище золото. Как огнем опаленное. Вот это я все время говорю. Ты ничего не сделаешь. У меня ответ один. Ничего не делали. А начни делать, видишь и получится. Ну, начни. Вот у нас тут крещение принимали. Нынче Бог это. Он сразу вас спросил, что брату. Их нету? Ну, ладно, нет. Это их дело. Нигде их не будет. Все люди, которые принимали крещение, а потом как-то назад ушли. Их не будет. Никого нету. Когда я узнаю, они куда ушли в мир. По-мирски живут и все. Как правило, это подкаблучники, мужики. Баба руховодит. Вот и все. Не будь таким. У меня ни к чему. Даже что-то между строк. Молиться надо, допустим. Я плохому. Как говорит дяде Игнатью, плохому не научим детям написали в интернете. Ну, надо терпеть. Терпи. Приведи ее сюда. Пусть она посмотрит. Ты думаешь, сегодня, что она была, ей не понравилось бы? Нет. Я не знаю, что в голове моей супруги, но факт то, что мы начали читать Саня, это уже большой плюс. И там написано много, что за мужчина. По окружению, когда полная тишина, торговли нет. Все по форме одеты. Это честно. Так а когда батюшка, а когда архиерей, тут небо на земле. Я говорю, это честно. Это не то, что там где-то в Акровском соборе. Мужчины первые ко Христу. Движения никакого нету, абсолютно. Ой, там где-то, ну там, как сказать-то, там вообще нет. У нас здесь 27 лет, с тарелкой ни разу. С вещи ходить у нас это не положено. Сколько нужно, батюшка в воск покупают, бабушке льву там ставят. Или там штец. Можно сделать. Но когда пытались сделать это, ни у кого не получилось. Почему? Свои же собратья, священники, когда увидели, что он порядок наводит, они на него кинулись и все разрушили. Везде одинаково. Бросаются, как хищная стая. А он священник, который был, его дети были у меня в лагере. Он все фотографировал. Я у себя все это заведу. Я молчу. Он приехал и сразу торговлю убрать. А архиерей требует дань. Каждый месяц. Торговлю-то убрать. А я десятину. Я говорю, слушайте, кто не стал. Десятине надо готовить. У нас десятину не ходят. Давай десятину. Десятину? Я говорю, что были такие, которые не платили? Были. А они ушли. Когда узнали, что не платят, с ворами дела не имеешь. Это от отца. Они у Бога воруют. Меня обкрадывайте, говорит Господь. Мне за всю жизнь никакая десятина не попадала. Я и не знаю, что. Я добиваюсь, чтобы вот у нас одна была и ушла в другой храм. Патриарши. А потом пришла. И мы ее спрашиваем. Вот при нем. Ты сколько там было? Два года с половиной. Машка оставалась. А теперь опять запросилась назад. Ты там платила действительно? Нет. Заплати сначала там. Воров мы не принимаем. Она в слезы. Что было? Не можешь? Нету. Я доставил деньги. Я доставил деньги. Посчитал сколько есть. А, я видел этот ролик, да? И за меня. Я тебе отдаю бесплатно. Заплатите, тогда к нам придешь. Вот он знает, свидетель. Не мне, а от меня оторвать. Чтобы только мы были очищены. Счастье от крови всех. И где ты найдешь такой ролик? Вот с этой бабушкой я видел ролик у вас. А это, знаете, что я еще видел? Это вы же, да, там, плетку-то дали этим. Кто продает свечки, или что, не плетку, а там какие-то переплетенные эти. Тряпка, типа, как вот Христос-то выгнал торговлю. Это вы там? Да, 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 это Игнатик, значит. Я в историю слышал, что зашел не священник, никто, а из мира. Мирской человек дал на этом, где торгует этот ларек, отдал эту переплетенную веревку. И на следующий день вот эти торгаши они уже не вышли, не пришли в храм торговать. Ну, там немножко не так было, но где-то с целью это туда. Я пушил, Христос, дважды изгонял из храма. Это Игнатик, значит. Христос, который пальцем не трогал, а тут изгонял, веревки склел, бич, бич, не в воздухе свистел. Да, да, да. Я, когда вот, это вертепный понедельник, на страстной неделе, и тогда у нас два этих ларька обсеркнута. Я достал канат такой в школе, лазить по нему-то, и нарезал вот такие куски, и каждому продавцу подарил. Почтите, скоро Христос в храме. Это по Кросскому? В храме. Да, по Кросскому. А они с этими выпусками верят, получить настоятелю по это вещи. А он мне говорит, понимаете, это вы им подарили? Я говорю, да. Еще уж так. Они только расплакались и... Пороть будет Христос, полосатое племя. Я говорю, вот я где-то, кто-то рассказывал. Ну, оригинально. А я об этом не думал оригинально. Вот на прокурора. Видишь, как его растерили. А может, куда прокинется? Не знаю. Мы молимся и благодарим, что он уйти. Господи, прости ему. И в судный день не помяни их безумие. Теперь я у Бога прошу любовь к нему. А люби-то, нет. Я каждый день, Господи, дай мне любви к нему. Понимаешь, простить я простил, мне это легко. Но любить, это невозможно. Я тогда стал смотреть дальше. Судь Божий. Все встали, земля сгорела. И мое, что не прощение его. Галюш, у меня такое чувство, я плащу о нем. Господи, да прости ты его. Ну, не знаю, ну дали ему там, ну, полковник, генерал-маршал. Ну, это все временное. А там вечность. Ну, прости его, Господи, я простил ему. Вы прощаете, я прощаю. И чувство, у меня сердце стало оттаивать к нему. Кто-то мог бы научиться? Ну, я рассказываю. Пошли, Сережа, дальше. Все. А то я родился, как море без берегового. Все. Все, вопросы. Слушаю и повинуюсь. Вопросы. Кто так говорил? Джин. Я раб лампы. Ребятишки у меня в интернете увидят. Хатамыч, Хатамыч. Они больше ничего. И взрослые. Хатамыч. Забежат. Матерятся как угодно. Притом мусульманские дети. В этой, в рулетке? А? Да, в рулетке. В рулетке. В рулетке, в рулетке. В рулетке, в рулетке. В рулетке увидят, говорит Хатамыч. А у этого Сергея смотрел, они вот там Ленин что-ли лежат. Они вот сюда там Ленина представляют. На Ленина похожа. На Ленина похожа. Понимаешь, вот как интересно. И насытился жизнью, насытился. А у меня стихотворение есть, про себя пишу. Не насытился. Не насытился. И все время говорят, что вот ты это говоришь, и вот теперь припомнили старые обиды, и что теперь за тобой некому ухаживать. Я говорю, не может быть того, чтобы я лежал, как пес побитый, а мы бы тут царствовали. Не выйдет. Даже полумертвый. Я постараюсь удержать свой редут. Это стихотворные формы где-то прочитал. Я вижу, как море, как стеклянное упирает ко мне в ложек. Я жду сыновей от сыновей, и не зажавеет, и не потухнет свища, пока я живой. Знаете, что мне еще понравилось у вас там? Мы сказали, пока я еще есть силы, цепляйте ко мне бороны там и давайте пока я еще иду. Пошиты, пошиты. Что-то сказано было? Пошите на мне, да. Вы говорили, пошите на мне, пока я еще иду. Вот мне сейчас говорят в интернете, ну в интернете засел на эту иглу, ну, такая-то. А как еще? Так, как называют, интернет или какая. А вот не было бы интернета, чем бы вы занимались при вашей энергии, то другое-то, чем? А материалы откуда идут? Они идут, когда интернета в помине не было. И я начитывал, искал книги, составлял каталоги, всю страну наполнил. Ни одного больше не было. Ну, и начитана Библия, Златоуз, Жития, почти 50 книг. Так, а там, нет, с кассет сколько еще? У меня магнитофон один срывал сразу 10 магнитофонов. На скорости в 4 раза больше, одновременно две дорожки. У меня кипело все. Еще там вентилятор это выдувал на улице, там, любой бы догадался, что там сэш-то раздать. Об этом еще до конца-то не скажем, потому что вот эта технология очень быстро продвинулась. У Игнатик, на чем были катушки, мы не успели еще катушки перезаписывать, а появились печенюшки. Начали на печенюшке, и на печенюшке лет 7 писали. И вдруг, как-то раз мы записываем, Алексей загуляет, говорит, что ты там все пишешь на эти печенюшки? Я говорю, ну как, ну что, ну а как еще распространять слово Божие? Да сейчас другие технологии пойдут, будет какой-нибудь вот такой диск там, или что-нибудь еще может. Я на него смотрю, ну как на дур помешанного. Ты что, говорю, да как это может уйти, когда... Ну везде все это... И вдруг там год или два, хоп, и диски пошли. Давай на диски записывать, сколько тут. Еще лет 7 на диски. И потом уже флешки, уже компьютер, сейчас уже не пишем, потому что можно вот просто, просто вот такую визитку красивую. Вот такие дискетки были, вот пополам. Полтора мегабайта. Мегабайта, не гигабайта. Да, дискетки. Саша, по-моему, мне 180 кажется. Она ему уже не нужна, а клизмочка такая. Клизмочка. Полгигабайта нет, а для меня это было полтора. А полтора это как раз книга входила. Книга туда идет. И, уходя на занятия, я копировал все книги, в карман клал, боялся, что без меня что-то будет. С таким трудом книги давались. Теперь я могу скопировать. Это знаешь как, первая, у меня вот учитель сидит. Научила запятую превратить в точку. Да, Галя, молодец. А потом лучше он ее отдал, профессиональный программист. Вот ему сейчас вернуться, Галя. У меня все непросто, непросто. Кто-то должен был помочь. Поэтому, вот, пожалуйста, ответ. Все было, и распространяли, везде распространяли эти печенишки, и все. А если бы не было ни магнитофона, ни чего. Чем бы вы занимались? Я говорю, у меня как раз такое время было. Скажите, вы письма пишете? Письма? Нет. У меня в год уходило 1200 писем. 1200 конвертов покупать. Печатная машинка. Я печатаю. А там бывает до 7, иногда даже до 8. Как экземпляр. Вот уже такое, туманное где-то. Просят для меня делать экземпляр. Для меня. И я перепечатывал материалы. Представьте, тысячу, сказать, 850 страниц. До того, 12 томов я сел и полностью перепечатывал. И говорят, святую. И рассылали. То есть предела ты никогда не знал. Один вопрос я задавал. А возможно это сделать? Ну, можно. Даже сомнительно, что можно. Я все равно принимался. И при этом всем еще вас это, торкали, закрывали, запечатывали. Ай, молчи, молчи, да, молчи. Не было бы, не было магнитофона, пишущая машинка. Не было. Я бы лично писал всем архивеем каждый год. А писать бумагу. Я бы на коре писал. Березовый. Выход. У кого есть столько видеороликов, которые без всякой прекрасности мои. У меня 16 тысяч и 950. То есть через 2-3 дня будет 17 тысяч роликов. А много или это мало? Все время уступают Осипов. 1700. Андрей Кураев. 700. 717 тысяч. Да. Это вообще невообразимо. Каждый день я ставлю 13-15 роликов. Сегодняшнее собрание. Постараюсь к утру закачать. Вот это занятие через неделю уйдет. И главное, не я определяю. Люди, которые приходят. Мы с сыном уже решили из интернета совсем уйти. И каким-то образом наткнулись на вас. Все. Мы сейчас утром только помолимся. И скорее... Помолимся и скорее сюда. Почему? Потому что все живое. Я впервые увидел. Мусульмане. Какие люди. Вот православные. А у нас нас щурками называют. Какие мы щурки. Вот люди настоящие. Мне сегодня кто деньги дал? Переслали третичьи-то. Кто? Ты? А кто мне передал деньги? Мне передали. А мы сошли в Аккунзе. Родная сестра. Сказала, мы брали Новый Завет. И деньги переслали. Я жду от кого? Кто же не передал? Не знаю. Даже угрозить не могу. Может, Галина Николаевна может быть? А? Галина Николаевна может быть? А откуда бы она знает? Надо, чтобы ее сестру знала. А она передает. Севастьян, наверное. А? Может, Севастьян. Севастьян, Севастьян. Севастьян. Это может быть. Это да. Он все дает. Вот он может быть. Видишь как? Родная сестра через кого-то, когда мне не было, где-то. И пиве отдали. А сейчас она переслала. Ну, вообще, это, я в дуре читать начал. Прям, это. Бальзам на сердце? Да. Ну, вообще, все понятно и доступно. Да. Мне что понравилось, что сразу, то есть, открываешь с первой страницы и прям затягивает. Вот. Сильно много не читаю. Зазомбировали. Зазомбировали, да. Какие зомбировали? Ну, нас зомбируют чем? Мозги сбихренил, она вокруг. Его в другом нас сбихренил. Вот. Игры, всякие вот эти вот, вот это все, что сейчас вот это сбихренил. А это... Это мы корни потеряли. А вас ролик поставили. Вы расскажите, что это за человек. Меня спрашивают в интернете. А вы сами рассказали, теперь вот это будет выставлено. И вот, пожалуйста, я ссылку сделаю. Спрашивают, что это за человек к вам пришел. Не, знаете. Я сказал, смотрите в оба. А то к вам подошли таких ваххабитов. Откуда? Лапки. Да, ну, я не думаю, что это... У нас несколько раз дорогой было. Видите, а вы не ваххабиты? А, я видел ваши вот эти, да? Где у вас это, они вот дедом остановили, вас там трое выходят, они вон еще кто-то говорит. Да, да, да. Это как деды странные. С лопатой. Борода лопатой. А вы не ваххабиты? Вот я еду дорогой. Только сел, а едем в больницу. Ну, я говорю о Боге. Немножко. Женщина сзади, синий. Лапкин. Вы и здесь не умолкаете. Я говорю, да с вашей 410-й, моя аудитория, я преподаватель университета. Я встал на ноги, стал говорить, мужчина один. Лапкин, вы и здесь проповедовали. Я в лицо. Понятно? Вот по домам идем, ну, обошли все этажи. Я вышел, лежу там, детская площадка, и бабушка с внучкой стоит. Я домой говорю, сбегай, поговори, дай. Он только начал говорить, вы не от лапки, она говорит. Да, это тут. Я ходил на его занятия. Ходил, а что не ходишь? Так он сказал, надо в церковь ходить. Ну, и правильно. Ну, я пошла, батюшка спросил, а я сказала, хожу на занятия, говорит, что ты еретик, не надо ходить. Я теперь не хожу к вам. А в церковь ходишь, нет, не хожу, а еще к парфой в грудь все равно. Самое главное, круг замкнулся. Вот они у меня спрашивают, я говорю, а в чем неправда-то? Вот в чем неправда? Да, конкретно. Я хочу спастись. Ну, я говорю, в чем неправда? Вот он все говорит из Евангелия. Вот что, как есть там, как Христос сказал делать, вот он его повторяет. А ты, отцы, что сказали, что каноны, что жития? Вот 4 пункта. Да, и я говорю, я здесь не вижу ничего еретического. А что здесь еретического? Я говорю, вот нет торговли, да, в храме. А она есть. Вот это что, еретик? Еретик. Я говорю, в храме нельзя торговлю, а она есть. Из торговли, а мы покупающие, продающие, продающие. Да, так у меня жена сначала начала что-то говорить. Я говорю, постой. Мы же поддерживаем, да, когда покупаем. Поддерживаем, значит, что? Значит, все пустое. Значит, поддерживаем. Значит, мы вместе с ними, если покупаем. Меньше, да, чуть-чуть. Да. А если не поддерживаем, не покупаем, значит, все. А почему Христос сегодня его не гоняет? Потому что еще тут нет Христа в этом храме. Отместно, если он пришел бы, выгнал. А он не пришел бы без Христа. Он ответил, дом ваш пуст. А мамонии Богу не можете служить. А вы только мамонии служите, а Бога не знаете. Они сразу тише делаются. Зато название храмов такое, да? Я не могу еще добавить к тому, что есть у них в действительности. Мы решили на Пасху схватить на колокольную. Разрешается пасхальный день первый. А около входа на колокольную стоят огромные мешки такие. Агарками. Вот по таким вот они ломают, воруют. А потом на переплавку. Желтая, зеленая. Но нету воска зеленого, не бывает. Красная там. Белые, красные, всякие они там. Там всякая пасха. Сверхозин. Всякая, да. А зажигая, что на Пасху, три свечи вот носят. Там красная, зеленая и... Белая. Белая. Вот, три цвета у свечи. Большие, крупные такие. Вот они носят. Это стеаринка. Они не восковые. Им про это не нельзя, они погонь. Да. И вот еще я с этим вопросом разбирался, не мог понять. Вот это вот хождение. А Сверхозин собрался. Только, только вы сказали. Хождение, это же от язычества пошло же. Нет, нет, хождение тут нормально все. Нет, мы не подходим к кассе. Захария у кадильницы. Кадиль. У кадильницы. Захария. Вспоминай. С этим вопросом. Лука, Евангелие от Луки. Захария, он кадил, он закладывал вот этот самый фемиам, ладан, да. И кадила пред Господом. Нет, ну вот этот тот момент, что вот священник вышел, начинает кадить. Вокруг всех обходит, все поворачиваются. Но вот это не надо делать. Не надо, он кадит не людей, а иконы. Икон. Ты при чем здесь? Фемиам к иконам. Ты же ты не иконач. Ну вот, то что мы там вопросим, мы же не разбираемся. То есть мы пришли, а мы стоим как... А, нет, вот священник идет, а мы молимся, как стояли столбами, так и стоим бестолковые. Не, вот так, Света, только наклоняемся, вот благословение, как бы, Господь. Ну да. И все, а он идет. А смысл вхождения какой? Фемиам, приятное благоухание для Господа. А там что приятного уже, никто не описывает. Приятно. А мы должны, ну я смотрю, все вертятся, и я женю, а потом думаю, так, и что? И что, ну правильно. Их на заклане и меня тоже, я пошел. А мне вот так вот, Дух Святой садят. Да, 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 еще так. А, да, 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 там он еще на всех, он прям, это, раздрянет. Да, да, еще раздрянет. Не надо никак, молитесь, чтобы его Господь благословил. Нам не надо крутить телефон. То есть получается, как джинния Христу, Богу, да? Садят. Получается, что вы пешки за такое. А вы за Фемиам буду почитать, да? Ну, а Фемиаме почитаешь? Да, это там есть. У Игнатия ничего есть. Четвертую закончили. Четвертую еще? Закончили. Закончили, все. С пятой ночи. В Англии, Луки? Да. Марка. От Марка. Марка, да. Четвертая. Ох. А че, Жалена, почитать у меня осталось? Муж приехал. Достойно есть якова истину, блажит дитя Благородицу, пресно блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога наше год, чистнейшую Керубин, и славничную без сравнения Серафин, без искрения Бога Слова Родшую, сущую Благородицу Тя не крича. Игнат Тихонович, благословите. Милосердный Создатель. За все Твои милости и щедроты и долготерпения мы благодарим и славим Твое всемогущество, долготерпение и милость. Хвала Тебе. Распусти нас миром, и слова жизни, которыми Ты питал нас, дадут обильные плоды. Посети страдающих, пытаемых детей Твоих, укрепи их и прими в обители вечные. Благослови правителей, дабы издавали мудрые законы, дабы было из чего уделять нуждающимся. Тебе, Боже, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Богу слава. Спасибо, Христос. Вы меня ждите, потому что мне надо скачать и закачать.